Обрезка роз очень важна, потому что правильной обрезкой вы вызываете следующую волну цветения. Сразу после первой волны цветения, как только ваши розы отцвели, их нужно обрезать. Но сделать это нужно правильно. Если у вас розы чайно-гибридные и на побегах всего один цветок, то обрезается такая роза, третий-четвертый лист, ищите третий-четвертый лист под цветком. Причем вот эти прилистники, первые листики непосредственно под цветком, они не учитываются. Считаете нормально развитые листья ниже и обрезаете ниже. Почему? Потому что если вы обрежете очень высоко, можно срезать высоко, и следующее цветение настанет очень быстро, так как здесь есть почки. Но такие цветки будут недоразвитыми и будут неспособны держать свою голову. Они слишком тяжелые, будут слабыми цветоножки. Поэтому срезается ниже, потом отрастает новое цветение, будет нормальным и развитым новое цветение. Если у вас розы не по одной штуке, а целыми соцветиями, можно было бы срезать, допустим, взять вот так соцветие. Но дело в том, что пока вот это соцветие цветет, вы по ходу, как оно цветет, вырезаете отцветшие цветочки, чистите. Но как только соцветие цветет, вырезать по правилам нужно до первого нормального листа полностью все соцветие. Иначе следующее цветение будет некачественным. То есть вот такая более глубокая обрезка будет способствовать тому, что будут следующие цветки, которые будут развиваться, будут гораздо качественнее цветение, более полное цветение. Вот это к чему приводит неправильная обрезка. Вырастают некачественные, слабые цветоносы и свою голову удержать роза не может. Моментально первый дождь, какой-то ветер и моментально головы уже вниз повесили и цветение уже будет все испорчено. Поэтому срезать лучше глубже. Но если вы будете слишком глубоко вырезать на одном кусте, вы ослабляете куст, потому что он теряет слишком много листьев. Ведь на самом деле листья, это и есть та лошадка, которая всех везет. Чем больше листьев на растении, тем оно сильнее, пышнее. Поэтому за здоровьем листьев нужно следить. И чем их больше на растении, на самом деле, тем лучше для него. Потому что это идет интенсивный фотосинтез. Поэтому с одного куста нельзя вырезать слишком много длинных побегов. Даже если вы режете на букет, то можно, разрешается с одного куста, один-два длинных стебля вырезать. Все остальное режете вот так, как при обрезке.